МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Коротко о главном к этому часу. Более 50 видов продукции предприятия «Цветлит» импортозамещающие. Премьер-министр Роман Головченко посетил Гродно. В стране прозвенели первые звонки, а в нашем городе открылась самая большая школа региона. Здесь будут учиться свыше 2000 человек. Спорт для всех и в шаговой доступности. Три новые воркаут-площадки открылись в Гродно. Что толку в книжке, если в ней картинки нет? Ко дню белорусской письменности в библиотеке в филиале номер 6 разместили работы 10 художников-иллюстраторов. Производственные и финансовые показатели у предприятия хорошие. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал оценку работе предприятия «Цветлит» во время рабочего визита в Гродно. 55% работников производства – это 309 человек с инвалидностью по слуху. Предприятие и в целом работа общества, Белорусское общество глухих, дает не просто трудоустройство, а дает достойную зарплату и чувство полного интегрирования в общество для людей, которые в чем-то ограничены по своим возможностям. Это хороший пример вот такого компактного предприятия, которое нашло свое место на рынке. «Цветлит» выпускает 450 видов продукции. Свыше 50 из них – импортозамещающие. Больше всего поставляется в Минскую область, а также Брестскую и Гродненскую. Экспортируется в Россию. Среди них алюминиевые гайки и соединения для вязания пожарных рукавов. Также есть поставки в Армению, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Ежегодно здесь осваивают порядка 30 новых видов изделий. Аналоги нашей продукции, они где-то уступают нашему качеству, цене и по показателям. Мы провели все испытания, все сертификации сделали. И сегодня эта продукция является практически эталоном. На сегодняшний день сложность у нас первая – это сырье. Для производства нашей арматуры требуются алюминий и латунь. Переработка алюминия у нас сегодня около 60 тонн. Латуни – 120-150 тонн. Об этом наша просьба и была, чтобы Белсетмет поставлял наш адрес в нужное количество нам сырья. День знаний отметили в Беларуси. Школы и вузы обновились, сделали ремонты, обзавелись новой техникой. Некоторые впервые приняли учеников в новых зданиях. Такая есть и в Гродно. 42-я школа – самая большая в нашем регионе. Здесь будут учиться свыше 2000 человек. Большинство учащихся – жители развивающегося микрорайона Грандича. На линейке побывал премьер-министр Роман Головченко. Подробнее о первых звонках города расскажем в следующем сюжете. Костюм тройка, цветы и школьные принадлежности. Для Веры Чернявской и ее сына Тимофея это первое сентября стало на самом деле особенным. Торжественного события семья ждала все лето. Право дать первый звонок предоставляется нашим первоклассникам. Первый раз в первый класс. Впечатления, конечно, превышают вообще все. Сердце бьется и за ребенка, и за школу волнительно. Очень яркое и праздничное настроение. Такой объект огромный открывают в нашем районе. Столько много детей. Поэтому всем желаю, чтобы первое сентября прошло весело и интересно. Ну и, конечно же, учебу, чтобы деткам все было легко и хорошо училась в новой школе. Первого сентября свои двери для учащихся открыла самая большая в Гродницкой области школа в Грандичах. Учреждение образования уникальное. Здесь будет работать группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Предусмотрена безбарьерная среда и бассейн с двумя чашами. Еще одна особенность школы – спортивный зал площадью 1050 квадратных метров. Здесь могут проводить урок физкультуры для четырех классов одновременно. Для детей разных возрастов предусмотрены современные спортивные площадки на улице. Уровень этого учреждения образования самый высокий. Это подтвердил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В стране сегодня работает 2865 школ, 18 из которых пока к приходу учащихся не готовы, сообщил глава правительства. Там до сих пор идет капитальный ремонт. В остальных же к новому учебному году подготовились серьезно. Обеспечены все условия, самое главное – безопасность. Устранены те нарушения, которые были выявлены по дорожной безопасности. Это разметка, переходы, дорожные знаки, обзорность и так далее. И по линии МЧС – это системы предупреждения о возгораниях, системы автоматического дымоудаления и так далее. Поэтому на это делался основной аспект. Ну, если какие-то косметические вещи, то их, конечно же, доделают. В этом году более 100 тысяч первоклассников по всей стране сели за школьные парты. Если для ребят это просто новый опыт и интересное приключение, то для родителей – серьезное и волнительное событие. Я хочу, чтобы всегда были оценки десятки, девятки, восьмерки, чтобы всегда настроение было хорошее и чтобы все было хорошо. Сказали, что тут красиво и мило. Это так волнительно. Еще мои дети недавно вот так же я провожала в первый класс. А сегодня внучка такая замечательная идет в первый класс. Я думаю, что ей так будет нравиться эта школа. Она такая старательная. Средняя школа номер 40 ежегодно готовит для учащихся новые программы. В прошлом году совместно с телеканалом «Гродно плюс» здесь открыли телестудию, где ребята снимают авторские программы и пробуют себя в качестве журналистов. В этом году нас ожидает открытие музея, посвященное Гродненскому гусарскому полку. Открытие этого музея мы планируем на День единения народов России и Белоруссии 2 апреля. И музей будет открыт для всех. Не только для учащихся, педагогов и родителей нашей школы, но и для всех жителей города Гродно. Сто ребят стали первоклассниками городской гимназии. Среди них и младший внук министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыко-Назар. Глава ведомства поздравил всех школьников с Днем знаний. Гордость переполняет за страну, прежде всего за то, что у нас на самом деле такие прекрасные учебные заведения, что у нас светлые лица и прекрасные педагоги. Ну и я уверен, конечно, что здесь, можно сказать, в лучшем заведении среднем Гродно мои ребята получат внуки хорошее образование и станут достойными гражданами нашей прекрасной синевокой Республики Белоруссии. В гимназии учатся более тысячи ребят, и все они с удовольствием спешат встретиться со школьными друзьями, обсудить летние каникулы и познакомиться с новыми учителями. В этом спектр тех учреждений образования, куда они могли бы поступать, и спектр подготовки к еще более разнообразным профессиям. Впереди у ребят долгий, увлекательный, нелишенный преград путь, который учителя пройдут вместе с ними. И с первого звонка все только начинается. Дарья Мышко, Анна Соловей, Василий Мальцев, Алексей Сокута. Новости Гродно+. Первую уличную воркаут-площадку открыли в Гродненской школе номер 5. Она стала отличным дополнением к стадиону, который обновили здесь в этом году. Подарок в День знаний оценили всем. Площадка многофункциональная. Заниматься баскетболом или силовыми тренировками сможет каждый желающий. Есть также специальные щиты для уличного баскетбола в формате 3х3, который сейчас очень популярен. А пока новые тренажеры с интересом изучают школьники. Расскажите, девчонки, нравится площадка? Да, очень. На что больше всего нравится? Лазить можно. Вы уже все попробовали? Да. Будете часто сюда приходить? Да, очень. С инициативой установить воркаут-площадки выступил президентский спортивный клуб. Власти города и области приняли совместное решение разместить их в учреждениях образования, которые находятся в спальных микрорайонах. Всего при школах Гродно в День знаний открыли три современные воркаут-площадки. И это только начало. Реакция школьников, она, конечно, классная. В принципе, это даже там, скажем, мурашки по коже так бегут. Но когда в 7 утра сюда приехала машина разгружаться, увидели жителей микрорайона, что идет разгрузка именно тренажеров, данных составляющих воркаутной площадке. Люди вышли и сами помогли нам разгружать машины, надежды. А вечером, когда уже было установлено, подходили и с трепетом спрашивали, можно ли бы позаниматься на вашей площадке. Она такая классная, она современная, она удобная. И в таком вот комплексе можно полностью заняться всеми видами спорта. Модернизируют в Гродно и старые объекты. Так заброшенный стадион на улице Лицкой футбольный клуб «Неман» преобразовал для филиала детской спортивной школы. Здесь уложили современное покрытие, появились раздевалки, освещение. Реконструкция объекта длилась полтора года. Готовность 90%. Остались последние штрихи. В целом стадион уже может принимать посетителей. Покрытие последнего поколения, используя которое, то есть здесь можно официально какие-то матчи проводить. Само поле футбольное 60 на 40, оно меньше формата, но именно для подготовки футболистов, для тренировочной, очень удачный такой вариант. Плюс именно поле такого формата 60 на 40 активно используется спросом именно у населения для, скажем так, для игр, для сдачи в аренду, для каких-то платных услуг. Комплекс дополнительных мероприятий, направленных на профилактику особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, проводят в стране. Это связано с ростом таких правонарушений. Одна из таких встреч с горожанами, которые состоят на учете, прошла в РОВД Ленинского района. Это те, кто сейчас отбывает наказание, и те, кто не был судим, но попадался в поле зрения милиции за совершение административных правонарушений. Большинство из них – так называемые «семейные дебоширы», отметили в РОВД. Всего порядка 40 человек. С ними работают сотрудники милиции, врачи-наркологи и другие специалисты. Разъясняют, что запрещается делать с этой категорией людей, а также об ответственности за пренебрежение этими правилами. Кроме того, Центр социального обслуживания населения предлагает помощь тем, кто в ней нуждается. Люди могут освободиться из мест лишения свободы, и на теперешний момент у них просто может не оказаться денег на то, чтобы купить себе еду. Соответственно, мы объясняем, как это можно сделать, куда обратиться, как получить эти, вроде бы, и небольшие деньги, но вместе с тем, так необходимы для граждан. Врач-психиатр-нарколог рассказал о последствиях злоупотребления спиртными напитками, также о том лечении, которое они проводят в отношении лиц, осужденных с применением 107-й статьи Уголовного кодекса. Могу пояснить, что 107-я статья – это принудительное лечение от алкоголизма. Кроме того, два раза в месяц осужденные могут посетить встречи, посвященные поиску работы. В прошлом году на учете как безработные состояли 432 человека. В этом – 368. Что толку в книжке, если в ней картинки нет? Такое говорящее название дали новой выставке в библиотеке филиале номер 6 города Гродно. Ее приурочили ко дню белорусской письменности. В нашей стране его отмечают в первое воскресенье сентября. На выставке представили 40 иллюстраций 10 художников. Все это книжная графика, которая в Беларуси славится особым стилем. Наши художники философски обобщают образы произведений и мастерски исполняют свои работы. У нас в основном здесь представлены белорусские художники, белорусские художники графики, которые иллюстрировали книги не только белорусских авторов, но и мировых. Поэтому, может кто-то еще не смотрел, не читал эти книги, а вот именно иллюстрации заинтересуют. Мы из фонда тоже можем даже и книжечку показать с этими иллюстрациями этих авторов. Не только Колоса, Купалу, Бородулина, Короткевича иллюстрируют белорусские художники. Посетители выставки могут оценить их видение Пушкина, Гоголя, Толстого, Линкрен и других известных мировых писателей. Мелодраматическая история «Брачный договор» в исполнении Нижегородского театра драмы состоится 8 сентября. В этой семейной комедии много узнаваемых и неожиданных, пронзительных и веселых сюжетов, песен, танцев и красивой, то удивительно нежной, то хулиганской зажигательной музыки. Не пропустите спектакль «Брачный договор» 8 сентября на сцене драмтеатра. Спектакль «На дне» представит Нижегородский театр 9 сентября. В постановке необычно все – оформление, костюмы, музыка, трактовка ролей при полной сохранности и глубине горьковских образов, характеров и человеческих историй. Не пропустите спектакль «На дне» 9 сентября на сцене драмтеатра. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин